Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать, познакомить вас со своей любимой орхидейкой. Это моя королева, самая первая орхидейка, которая у меня появилась. Вот такой вот беглипчик замечательный. Вот такая вот красоточка. Покупала я ее 5 лет назад в супермаркете обычном после 8 марта, так как их привозят к 8 марта очень много. И потом их также очень много остается и уцененные их продают. Была она уже с грибком, не в очень хорошем состоянии. Здесь были темные пятнышки на листиках. Но чем она меня подкупила, это шикарным толстым цветоносом. Вот таких цветоносов я на этом стеллаже, да и, впрочем, раньше нигде не видела огромный толстый цветонос. И я подумала, что если настолько толстый цветонос, то она сильная и должна расти у меня. Я очень боялась, что она пропадет. Вот, и я ее приобрела, за что меня она потом очень отблагодарила. Вот, и до сих пор она меня радует. Сейчас я ее сниму немножечко пониже и покажу уже вам ближе. Ну, вот, опустила я ее пониже. И пока я стою на табуретке, я хочу вам заснять вид сверху. И вот, показать, насколько вот это белый биглипчик, это с другой орхидейки, вот цветоносик. А это, вот, это моя красотка. И вот, смотрите, какая разница. Цветки, видите, какая огромная. Хотя белый биглип тоже не маленький, но это вот шикарная. И вот, уже засниму вот сверху, какая розеточка, какие корни. Вот такая вот красота. Еще один момент. Смотрите, вот этот первый цветоносик, который начал свистеть. И со временем у него, вот здесь серединка салатовая делается, видите. Вот. То есть, салатовый-салатовый оттенок приобретает. А новые цветочки, которые вот сейчас она распускает, вот эти новые бутончики, новые цветки, вот они, у них абсолютно нет этой салатового оттеночка. Вот она розовая серединка и все. Вот тогда же я бы сказала розово-фиолетовая. Сорт, я не знаю, как она называется по сорту, потому что, когда я приобретала, я вообще не знала, что это биглип и какие там сорта, это я ничего не знала. Я посмотрела, вот толстый цветонос, стильные растения, листья крепкие. Вот я ее и купила. Потом уже со временем, когда я начала собирать после нее, конечно же, свою маленькую коллекцию, я уже знала, что это биглипчик, но вот название ее я точно не знаю, потому что есть много похожих биглипов, вот именно белых. Там Валентина в день я сначала смотрела, думала, что это она, но все равно там есть разбежности. И точно, точно я до сих пор не знаю название ее. Может кто-то знает, напишите мне, пожалуйста. Смотрите, какие здесь листики, вот с сизостью, вот такими вот точечками. Очень красивые. Насколько я смотрела, у Валентина в день там просто зеленые листики и все. Листики не крупные. Вот можете посмотреть, с другими орхидейками сравнить. Ну это королевские, это большие очень орхидейки. Вот стандартный кот. Это биглипчик вот белый, который цветочек я вам показывала. Вот смотрите, какие здесь уши длинные. А какие вот аккуратненькие листики у нее. Цветет она у меня постоянно. Вот это та орхидейка, которая не перестает, не перестает цвести никогда. Я ее приобрела, как я уже говорила, с грибковыми пятнами. Она тут же на подоконнике начала доращивать новые бутончики. Открыла, красивые и цвела, цвела, цвела. Пока на улице был очень сильный ветер, ураган. И окно было открыто. И при открытии входной двери ее сдуло с окна. И она сломала цветонос. Но тут же она разбудила боковую точку, боковую почку. И начала растить новый цветонос, новую веточку. Вот. И теперь у нее цветение. Как только она отсушивает цветочки, хотя цветочки держатся очень долго. Ну, больше полугода. Она тут же успевает вырастить другой цветонос и цвести другим цветоносом. Или разбудить почку и дорастить также новую веточку с цветочками. Растет у меня она в такой вот вазе, аквариуме, вот таком вот круглом. Такая посадка примерно где-то месяца 8 у нее. До этого она находилась в двойном горшке. Но постепенно я ее переводила на вот такое вот более проветриваемое содержание, более сухое. Была у нее более крупная кора, ну, вот, как в закрытых системах. Вот такие вот были крупные кусочки коры. А внизу была постоянно водичка, как вот мокрые пятки. И, то есть, здесь у нее корешки постоянно проветривались. Вот постепенно-постепенно я делала полив более без замачивания. Мы потом перевела просто на вот такое вот содержание на мокрых пятках. Так, что еще? Вот, смотрите, корни какие у нее. Здесь у нее на дне керамзит. Здесь лесной мок живой. Вот он растет. И вот сверху немного спагнула. Он был живой, когда я его туда помещала. Но потом он засох. И вот сейчас просто функция его, чтобы не так быстро испарялась влага и немножечко задерживалась вот корешкам вода, испарение. Сейчас поверну в другую сторону и покажу с другой стороны. Вот корешки с другой стороны. Здесь тоже мок чуть-чуть. Между корней он сухой, но влага не так быстро испаряется. Здесь вот корешки. Корешки хорошие, красивые. Корни у нее тоже толстючие, сильные. Вот розеточка. Тоже красивая розетка. Дальше вот листики. Это листик уже старый. На самом деле она отсушивает. Это другой листик со дня покупки, который она сушит. Вот. Я его не удаляю, так как старение естественное. С кончика листа. Возле шайки он зеленый. Вот. И когда она уже его полностью съест, я тогда его уберу. Поверну лицо. Ай! Свою красоту. Вот такая вот красоточка. Так что, если кто-то знает точное название ее, напишите. Пожалуйста, я буду очень благодарна. Вот с этой орхидейки у меня началась любовь к этим удивительным цветам. Я думаю, у каждого в коллекции есть та первая орхидейка, с которой все началось. И она самая ценная. Вот это именно та орхидейка, с которой все началось у меня. Ну, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Пишите комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok